Жизнь диких животных, пострадавших по вине человека или по стечению обстоятельств, спасают здесь, в перегороде Петербурга, где уже несколько лет работает российский карантинный центр помощи диким животным Велес. Сотрудники и волонтеры центра лечат и воспитывают зверей, попавших в беду. Животных привозят со всей России. Львица Эльза появилась в центре еще котенком. Один из петербургских предпринимателей не оценил преподнесенный ему живой подарок и передал животное на воспитание сотрудникам центра. Здесь у львицы появился человеческий папа. Именно так коллеги называют Алексея. Львам нужно 20 часов сна в сутки и еда. И больше ничего. Они будут лежать и даже не вставать. То есть им не нужна беготня, им не нужна территория, вот эти там сафари, всякие там прочие, байки для населения и всего лишь. В центре Велеса остаются до полного выздоровления не только экзотические животные, но и несколько десятков лисиц, медведи, гуси, лоси, кабаны. Список можно продолжать. Тех, кто после реабилитации способен жить в естественной среде, выпускают на волю. Но, увы, не каждое животное можно вернуть в дикую природу. По словам Александра, многие питомцы центра вполне здоровы, но выпустить их на волю нельзя, потому что они, пожив бок о бок с заботливыми двуногими, рвутся к человеку. Таких питомцев распределяют по питомникам России или оставляют в центре. Вот у нас Буся, лисица, она поступила совсем маленьким котенком, и она, когда человек выходил из вольера, когда дверь закрывали, она начинала орать, выезжать, плакать, и возвращаешься, она тебе забиралась на шею и никуда не уходила. Вон алюминька, лосиха, которой вот 60% тела было собаками подрано. Она не выпускная, к сожалению. Ее выхаживали на руках, носили. То есть с недельного возраста она два раза от нас уходила, возвращали через реанимацию. То есть она даже не знает, что она лосиха. Вот мы ее пытаемся к лосям отвезти, она не понимает, что она лось, она считает себя человеком. Сегодня Велес единственный в России центр реабилитации диких животных. Но государство его никак не поддерживает.